Хороший плотный пакет, в котором очень хорошо было запечатано покупка, которая шла почти 2 минуты. Вот сие чудо. Ну и еще, соответственно, брошюрка о том, чтобы поставили побольше баллов и заказывали все остальное со скидкой. Ну и продолжаем варварски вскрывать коробку одной рукой. Вылази уже, плотно сидит. Вот оно сие чудо. Маленькое и аккуратненькое. Одной рукой его, конечно, не разложишь, но попытаться, конечно, можно. Это даже больше не нож и не мультитул. Как будто бы подмагничен. В общем, что касается самих болтов. Но это краска, два часа в кармане джинсов, пустом, и она уже начинает облазить. Вот. По поводу ножниц. Ножницы, на первый взгляд, очень даже продуманно сделаны. Здесь все есть ограничители. Есть возвратная. Такой механизм возвратный. Он двусторонний. Здесь тоже самое есть ограничитель. Режет вроде бы хорошо, но все это со временем придет. Хороший такой шелчок. Все не болтается, ничего. Но здесь же есть еще и, о чудо, отвертка с хорошей такой прорезью под палец. Прям вообще такая фрезерная выборка какая-то. Вот. Ладно, это мы убираем. Здесь есть еще маленькая отверточка. Очки там отремонтировать либо на чемодане, может быть, что-то. Вот. И есть еще извлекатель для сим-карт. Это очень хорошо. Есть вот такая чудо-штука, которой можно вскрывать посылки, коробки какие-то. Вот. На ней же есть небольшая пилка. Ну, пилка очень хорошая, алмазная. Ну, а короткая. Ну, это ладно. Что здесь еще есть? Еще здесь есть вот такая ложечка. Вот. И еще есть пинцетик. Все довольно-таки туго сидит. К этому не придерешься. Есть еще одна замечательная чудо-штука. Для того, чтобы повесить там на карабин, либо на ключи на те же самые можно повесить. Можно повесить сюда скобу небольшую. Вот. Лайнер. И уже вешать на карман. В общем-то, вроде бы и все. Осталось только нож. И вот с ножом тут самое интересное. Вот эти вот накладки, это пластик. То есть, вот это со временем обдерется. Ну, и пластик, соответственно, на нем могут остаться следы, если вдруг там гвоздем или чем-то поцарапается. Ну, и как бы самое неприятное из этой ситуации, здесь есть нож. Нож у нас вот находится. Во-первых, это танта. Во-вторых, она очень короткая. Ну, это как бы... Ладно. Сама заточка. Вот с этой стороны закосячена. Ну, с этой стороны вроде бы более-менее нормально. Вот. Но с ним есть небольшая проблема. Вот. Я надеюсь, вам видно. То есть, он там совершенно не держится. Попробую, конечно, эту вещь сделать, но сомневаюсь я, что это выйдет. Тут, в принципе, нужно будет разобрать вот этот узел и подогнуть немножечко вот этот лайнер для ножа. Так. Теперь по остроте. Ну, то есть, есть листочек бумаги. Ну, возьмем хотя бы нож, которым еще ничего, ни одной нитки не убиралось. Ну, реет. Заточка, ладно. По поводу ножа. Заточка из коробка хорошая, ладно. Нож оставим в покое. Ну и, собственно говоря, ножницы. Но, опять же, нужно еще к ним привыкнуть. Открываются они тяжеловато, но режут очень даже ничего. Я бы даже сказал классно. Так же, как и на другом мультитуле, совместно сделанном с Xiaomi. Все ссылки на этот мультитул будут в описании. Ну, в общем, ножницы бомба. И они здесь на порядок лучше, чем там. Так. Вот такая вот игрушечка. Он меньше. Ну и посмотрим, как он себя поведет в реальной жизни. Ну и, собственно говоря, на вот таком карабинчике. Он у нас будет висеть на кармане. На зажимчики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok